Дима, вот Алексей Пайнин поддержал гей-парады в Москве, а ты говоришь, что это навязывание. Любой нормальный человек поддержал бы. Повторюсь, чувак, я за любую, блядь, ориентацию. Я за вообще всё. Так, минуточку, минуточку. Алексей Пайнин, во-первых, не поддерживает такие гей-парады в Москве. Пусти меня, да? Можно? Чувак, Алексей, это мой стрим, это мой стрим. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Это мой стрим, блядь, Алексей, ну мой стрим. Ребятки, сейчас я тебя позову, хорошо? Дай мне, пожалуйста, две секунды. Ребятки, во-первых, Алексей Пайнин никогда не поддерживал никакие гей-парады в Москве, потому что я категорически против проведения гей-парадов в Москве. По одной простой причине. Проводить гей-парад в Москве, это означает, да вообще в России, это означает примерно то же самое, что... цивилизованного европейца пустить в племя гей-балов-людоедов куда-нибудь в Центральную Африку. Ни в коем случае проводить гей-парад в России нельзя. В России до гей-парадов очень-очень далеко, к сожалению. К сожалению, Россия в основной своей массе далеко не развитое, не продвинутое государство. И в России, к сожалению, по-прежнему большинство людей живут по понятиям. Очень хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки, в первую очередь, люди... Мы очень любим ругать государство, мы очень любим ругать Путина, мы очень любим ругать кого-то, власть, правительство. Но, к сожалению, российские люди не понимают, что в первую очередь нужно поменяться самим. В первую очередь, для начала нужно хотя бы научиться уважать друг друга. Хиппи, лесбиянки, гомосексуалисты, мотоциклисты, блядь, люди с детьми. Это праздник, бразильский карнавал. А в России праздник, это день ВДВ. Парк Горького, пьяные десантники. Вот это вот очень хорошо подчеркивает нашу российскую действительность и то, что происходит в нашей стране. Так, это я ответил по поводу гей-парадов, что Алексей Панин поддержал. Пожалуйста. Я не хочу, конечно, обижать всех присутствующих здесь. Я понимаю, что большинство из вас, к сожалению, мастера Маргарита не читало. И вообще имя Николая Фанасьевича Булгакова они тоже, многие из вас не знают. Ровно так, как и Достоевского, и Толстого, и Пушкина. Ну, Пушкина, может, кто-то из вас, конечно, слышал. Профессор Преображенский, мастер Маргарита, говорил такую фразу. Бога ради, не читайте советских газет. Вот все, что происходит в наших российских СМИ, это примерно то же самое, то, о чем говорил Михаил Фанасьевич Булгаков. Это не имеет никакого отношения к действительности. Это, по большому счету, фейк. Наши СМИ на этом живут. По поводу того, что здесь у вас. Алексей. Сейчас, ну давай, иди, помоги мне, потому что... Алексей, я хотел бы принести извинения. Я, помоги мне, потому что я... А можно, Алексей, я... Все-таки мой стрим, можно я в этом? Да, смотри. Помимо... Можно чуть туда? Помоги мне. А, нет, вы сидите на месте. Помоги мне. Хорошо, давай, у меня левая рабочая. Опа. Помоги мне. Я тебе уже говорил, что я плохо понимаю, чем, честно говоря, вы здесь занимаетесь. Смотри, Алексей, мы кайфуем. Потому что... Подожди. Я плохо понимаю, чем вы здесь занимаетесь, потому что, честно говоря, для меня YouTube и вообще вот эта вся блогерская тема, для меня это очень далеко от меня далеко. Потому что я, честно говоря, не очень, при всем уважении к тебе, я не совсем понимаю смысл вот этого. Я не понимаю... Вот здесь огромное количество людей, которые задают какие-то дебильные вопросы. Притом, не мне, я их даже не читал, тебе. Вы разговариваете на каком-то птичьем языке. Я уже понимаю, да, что, к сожалению, большинство из этих людей... Алексей, вам не донат. Не прочитай, донат это что? Это вам денег. 100 рублей. Алексей, это вам. А, я не знаю, что донат. Это пожертвование, то есть они благодарят Алексею. Это пускай на тебя. Мне пойду. Мы их не будем с вами с вами разделить. Я, к сожалению, действительно, даже имя Дудь узнал только после того, как вышло интервью Дутя с Алексеем Серебряковым. С Алексеем Серебряковым. Хорошее интервью. С Алексеем Серебряковым мне посчастливилось много сниматься. Мы с Алексеем много работали в кино. И это действительно было хорошее интервью. И только после этого я узнал, что есть такой человек по имени Дудь. Серьезно? А меня вы знали? Нет. А Алексей, ну как? Я один из самых... Я не знал. Алексей, можете чуть подвинуться, потому что чат вас закрывает, и вас, к сожалению, не видно. Вот, идеально. Не знал. Я один из самых, знаете, таких быстро растущих, заряженных молодых людей. Ты понимаешь, в чем дело? Проблема в том, что, как мне кажется, вот я послушал, о чем ты с ними разговариваешь, и как ты с ними разговариваешь. Ну, я пока представлял. Представлялся. Знаешь, мне кажется, что все-таки, когда люди приходят в театр, вот слава тебе, Господи, моя дочь ходит в театр. Да, я тоже ходю в театр. Ты ходишь в театр, а вот большинство из них не ходит в театр. Потому что это уже старое, такое люди не любят, понимаете? Они любят жару. Нет, поверь мне, люди любят, только в зависимости от воспитания, того, кто у них был родителей, и социальный класс. И понимаешь, когда мы приезжаем в город Магнитогорск, если здесь есть Магнитогорск, привет, Магнитогорск. Привет, Магнитогорск. Магнитогорск – это один из самых промышленных районов, городов Урала. Если в Екатеринбурге еще люди более такие европейзированные, то Магнитогорск – это хуже, чем Челябинск. Это прям совсем. Пиздец, да? Ты понимаешь, когда мы приезжаем на гастроли в театр, приходит девочка, которой 16 лет, и рассказывает мне про Шопенгауэра. Откуда девочка в Магнитогорске, чего увлекаться Шопенгауэром? Это зависит от того, что сейчас происходит. Поверь мне, огромное количество молодых людей, образованных, интеллектуальных, которые интересуются чем-то своим. И твоя задача, как человека медийного, который пытается куда-то выйти. Алексей, добрый вечер. В отличие от этих всех псов в чате, я ваш давний фанат. Федор Фералов спрашивает. Федор, вы знаете, в чем дело? Я не хочу сейчас долго, занудливо эту тему развивать. К счастью, я приезжаю во многие города, я езжу по стране, и когда я выхожу на улицу, то люди как раз вот про всякую фигню в интернете практически не знают. А если и знают, то им и настолько наплевать, потому что они знают актера Алексея Панина, на чьих фильмах они выросли. И поверьте мне, я дружу там с Вовой Епифанцевым, со многими артистами. Владимир невероятный человек. Мне вот лично абсолютно наплевать, с кем спит Володя и как он это делает. Я знаю прекрасного, замечательного артиста, я знаю его творчество. И мне даже не интересно. Я поэтому и говорю, что, к сожалению, большинство людей, которые вот сидят в чатах и, как это у вас называется, стрим, они, к сожалению, ну, простите, я сейчас не говорю не про всех, это, к сожалению, необразованные, ограниченные люди, которых, к сожалению... Это вы про зрителей? Про некоторую часть их. Смотрите, ну, как, ну, большая часть людей, да, я согласен, потому что... Я говорю не про всех. Понимаешь, я же не могу, я же не... Огромное количество людей, которые продвинутые интернет-пользователи, но при этом эти интернет-пользователи ходят в театры, они ходят, смотрят фильмы Бертолучи, Антонимония. И у меня был шок, когда одна из моих знакомых, притом вроде бы и не идиотка, она не знала фильма Федерико Феллини. Алексей, я не знаю фильмов Федерико Феллини. Это позор. Я знаю фильм Алексея Балабанова. Это уже хорошо. Это достойный фильм, мне очень нравится его фильм. Ну, понимаешь? Я огромный фанат фильма... Понимаешь, нельзя называть себя образованным человеком. А я не называю себя образованным. Понимаешь? Я интертейнер. Да дело не в этом, пойми, что Дути тот же самый и Ваня Урган, который может быть на одном языке с этой публикой, он образован, начитанный человек. И, понимаешь, нельзя называть себя образованным человеком, не прочитав Чайку. И нельзя называть себя образованным человеком, не зная хотя бы поверхностного фильма Федерико Феллини. Это человек, который выводишь в медиапространство, это человек, который общаешься с людьми. Ну, понимаете, сейчас... Твоя задача... Сейчас не нужно ничего знать. То есть ты хочешь опуститься на уровень дебилов и разговоришься на их дебильном языке? Нет, Алексей, смотри, сейчас ничего не нужно знать, чтобы врываться, понимаешь? Нет, это... Это раньше было, что нужно пройти что-то. Нет, к сожалению, вот так, как ты сейчас говоришь, ты... Нет, 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 нет. К сожалению, до сих пор люди поступают в Щукинское училище, в Афгит, до сих пор люди поступают в Метрофорные степи, до сих пор люди читают книги, просто если ты пытаешься прикрываться к куче дебилов, которые считают, что не нужно ничего знать, ну, прикрывайся. Нет, смотри, как ничего не нужно знать. Единственное, вот, я для себя определил смысл существования, это получение удовольствия здесь и сейчас. То есть я кайфую от того, что я есть. То есть от того, что я буду читать, безусловно, я уважаю людей, я считаю их умнее, которые читают книги, которые смотрят фильмы, образование. Да дело не в образованности. Я рожден, чтобы быть счастливым, Алексей, я рожден, чтобы дарить добро, я люблю людей, я обнимаю, понимаю, Алексей, все. Если в человеке не возникает потребности пойти на выставку, если у человека это не возникает, это потребности, мне, например, своим человеком говорить не о чем. Я не могу сказать, что я очень образованный человек, я себя считал малоначитанным, я себя считал достаточно ограниченным в литературе, в каких-то познаниях, в каких-то таких вещах, культуре. По сравнению с... Я понимаю, что это лохи, Алексей, это мусортейн, это развлечение, то есть люди сюда приходят, люди сюда приходят кайфовать. Я же не говорил, я еще раз говорю, я прошу прощения, я ни в коем случае не говорю сейчас обо всех зрителях. Я говорю о большей части людей, которые считают, что вишневый сад читать не надо и, в принципе, можно прожить без большого театра. Я говорю о том, что, я говорил сейчас об этом, для меня Инстаграм, я, видите, я даже пользуюсь случаем, не пытаюсь показывать свою страницу, мне это не надо. Для меня Инстаграм это игрушка, просто игрушка. Игрушка дьявола. Нет, это игрушка. Я, мне пофигу, сколько там подписчиков. Я, у меня за год сломали три страницы, на которых было очень много подписчиков. Видимо, какие-то люди, ну, наверное, люди вот из твоего... Алексей, ну что вы оскорбляете моих зрителей? Люди вот, которые считают, что соцсети это жизнь. Я не считаю, что соцсети это жизнь. Алексей, я живу, повторюсь. Ты не дам не сказать. Я кайфую, понимаете, я живу. Смотри, не жалко сказать, кайфовать можно, вот сейчас поехать в ресторан Пушкин, поесть замечательную цесарочку, заняться сексом в туалете, с мальчиками, с девочками. Там же грязно. Есть в этом свой кайф. С мальчиками, с девочками, кому как будет удобно. Выпить шампанского, прогуляться по Тверской или на Тверском бульваре, вот это кайф. Это кайф. А можно красные корочки купить и лот с пальцами, с девушкой, с мальчиком, с кем угодно. Можно руками красную корочку и шампанским закрывать, вот это кайф. Ну это кайф, понимаете, у каждого человека, можно я тебе это говорю? Так вот, я начал говорить, это недавно сказать. А вот сейчас, когда вот эти уродцы взламывают мои соцсети. Ну пусть взламывают, это хейтеры, Алексей. Мы детишкам не соберем. Это хейтеры, Алексей. Мы детишкам не соберем. Что мы делаем с хейтерами? Мы детишкам не соберем. Ну вы не соберете. Мы вот сейчас последний раз за сутки собрали 30 тысяч рублей мальчику. А могли собрать 300 тысяч рублей? А вот из-за этих так называемых хейтеров ребенок не получил 170 тысяч. Но при этом, нет, смотрите, я к тому, что вот вы говорите, да, нужно кайфовать. Давайте ты меня спросишь о чем-нибудь. Да, я спрашиваю, вы очень много говорите, я хочу хоть чуть-чуть ворваться в стрим. Ты понимаешь, вот люди пишут какие-то ноги, еще что-то. Это вот ваш видеоролик. Я просто про что говорю. Понимаешь, я живу к счастью в окружении взрослых, образованных, успешных, сексуально развитых людей. Да. А вот эти вот птушники прыщавые, они пытаются, они пытаются на эту тему как бы шутить. Только они не понимают, что вот этими шутками они выглядят как шуты в глазах образованных, нормальных, развитых людей. Мне пишут люди со всего мира. Семейные пары, геи, геи, геянки. Они говорят, Леха, приезжайте, встретим. Это весь мир, это целое сообщение, что по всему миру тематически свободных, развитых людей. Ты понимаешь, они, наверное, никогда не знали про город Кабдак во Франции. Нет, вы знаете, есть такое понятие, называется оно окно Авертона. Это то, что неприемлемо для общества. Для общества приемлемо? Нет, 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 для общества определенного. То есть есть окно Авертона неприемлемое для русских людей, неприемлемое для других людей. Нет, для русских людей это приемлемо. Нет, потому что вы перечислили члены конских. Это все приемлемо. Да не приемлемо. Да все, вы где комнаты съездите. Это магазин Самоизвестности, Шоп Москва, куда все лежат, все тематики, ВДСМщики, все. Это три комнаты, об этом знают все. В свинге, там, в ушам, какой процент сумасшедших на Дону. Понимаешь, ни у одного нормального взрослого человека в голову не придет показывать пальцем в Европе на лесбиянок на кого-то. Ну, не принято это. Люди живут и получают удовольствие. Я рассказывал тебе, когда мне написали две девочки русские, которые вышли. Таких людей в интернете очень много кто пишет. Они говорят, Алексей, здравствуйте. Вот мы лесбиянки, мы из какого-то маленького российского города, мы сейчас в Мадриде, мы так счастливы. Потому что в этой варварской стране, где вы живете, в России, жить невозможно. Мы счастливы. Мы приехали в Мадрид, мы сейчас установили ребенка. Мы счастливы. И ты понимаешь, какое количество людей в нашей стране, это просто... Их праздник, день ВДВ. И, к сожалению, людей, которые здесь... Знаешь, вот слово пидорас. Вот понимаешь, кто это пишет? Пидорас. Ты пидорас пишешь, что пидорас? Нет, пишет мне. Но ты понимаешь, что... Потому что у меня так же называют... Ты понимаешь, что... Ни в одной стране мира, в цивилизованной, ни один цивилизованный человек даже не позволит обсуждать, гей он или не гей. Это не принято. Это дурный тон. Нет, Алексей, помнишь? Это считается несчастными людьми. Вот я целовался с мужчиной ради эксперимента. И, ну, в смысле, ролика, который должен был что-то сделать. Я говорю с мужчинами, потому что, ну, к сожалению, эти люди даже не понимают, что такое би, они не понимают, что такое свинг. Нет. Потому что это же дело не в них, а дело в обществе, понимаете, не люди формируют общество, а общество формирует людей. То есть не может вырасти прогрессивный человек, если вот ему говорят, что ты не прогрессивный брат. К сожалению, наше общество, к сожалению, наше общество, вся эта история пошла издревания. Ну вот пишут, Панин, люблю тебя. Не счастлив. Панин, люблю тебя. Меня пишут, что Панин, люблю тебя, огромное количество людей, и женщин, и мужчин. Мне в странице... Вы умный. Типа нормальный комментарий. Я же не говорю, что все люди, которые сидят в интернете, тупые. Нет, вы сказали про мою аудиторию, ну, вообще про аудиторию в целом. Не только про мою, про аудиторию в целом. И про аудиторию в целом, вы сказали, что это кончины. Перечислить мне блогеров. Смотрите, самый топовейший, как мы называем, ебейший, можно даже сказать так. Невъебенный. Невъебенный блогер, это кто? Дмитрий Дрожжин, это я. Хорошо, перечислить мне блогеров. Вы понимаете, у нас... Но Дудь не пытается разговаривать с... Он все-таки пытается говорить на более другом языке. Мы с вами... Собчак образованная женщина. Собчак образованная женщина. Ты человек, который находишься здесь, по эту сторону экрана, не имеешь права опускаться на их уровень. Не имеешь права. Алексей, Алексей, я могу сказать, у нас не получается диалог, у нас монолог. То есть, я вас не собираюсь провоцировать. Все, давай, ты можешь спрашивать, я буду говорить. Я вас не собираюсь провоцировать. Все, ты спрашиваешь, я говорю. Я вас не собираюсь ничего. Просто у нас реально получается монолог, потому что что-то я хочу сказать. Все, я молчу, говорю. Поехали. Донат прислали. Алексей. Донат, что это? Вот, смотрите. Это прислали соточку нам на вопрос. Алексей, я считаю, что вы выбрали очень неудачную стратегию защиты от хейта, начав превозносить себя выше зрителей Дмитрия. Мне кажется, адекватные люди, числа зрителей, изначально не были против вас. Но вы ведете себя не очень. Я тоже говорю, что хейта особо много не было. То есть, типа, жарко, пиздец. Я помню, многие люди сказали, то есть, типа, Алексей, люблю вас, Алексей, кайфовый актер. А потом уже начали писать, нога, что-то еще. Спасибо огромное тем, кто сказал хорошие слова. Хотя мне, честно говоря, ну, что с ними, что без них, мне ни жарко, ни холодно. Я говорю честно. Мне так повезло в жизни, что я снялся более чем в 150 фильмах. Я работал с величайшими артистами российского кино. Владимир Абрамовичем Этушем. Я был в прекрасных отношениях с Вольдович Кобзоном, который высоко меня оценивал. Я давно все лавры и все похвалы в свой адрес я уже давно собрал. Еще раз говорю, спасибо. Но я не защищаюсь, поверьте мне. Я действительно в свои 40 лет... Поддержка, поддержка. Алексей, вы мне нравитесь. Абсолютно без какого-то второго плана. У меня нет никаких мыслей о каких-то выстраивании, защите или поведении. Я говорю то, что я думаю. И поверьте мне, я действительно, ко всей этой истории Ютуба, интернета, блогерам, каким-то группам, не имею никакого отношения. Я даже не смотрю. Мне это просто... Не потому что я против. Мне это не интересно. Ну, смотрите, Алексей... Смотри, тебе нравится рэп? Рэп не... Ну, а кому-то нравится рэп, да? Вот смотри. Рэп не очень. Есть, насколько я знаю, очень крутые рэп-исполнители. Паста, Каста... Ну, опять же, это ваше мнение. Я так не считаю. Я отвечаю, отвечаю тебе. У меня очень много друзей, притом взрослых, образованных, людей, которые очень продвинутые. Они пытались мне... Говорят, Лёх, послушай. Я говорю, ну не люблю я рэп. Ну, не нравится мне эта культура. Они говорят, нет, это круто. Он в фейс пишет. Не понимаю я этого. Я тоже не люблю. Против них я. Нет, ни в коем случае. Но мне не нравится, понимаешь? Не нравится. Смотрите, вот, Алексей, пишут, что... По поводу того, что вот вас перед началом стрима говорили то, что вы красавчик, вы норм, вы не норм, вы не норм. А вы сразу изначально начали вырываться, что типа аудитория пидорасов, ублюдки, не очень. Ты знаешь, ещё раз подтверждают мои слова. Работать на съёмочках, работать с артистами, художниками. Да, конечно, и работают. Понимаете, это новый уровень. То есть раньше это было... То есть ваш коллега, повторюсь, мы с вами... Я бы на их месте включил бы порно и подрочил. Честно, блядь, вот намного интереснее. Вот чем сидеть вот здесь и какую-то... Вот смотри, блядь, ну вот... Это после, Алексей. Где вы сейчас трудитесь? Понимаешь, вот можно нормальных людей понимать, во-первых, потому что они обращаются на «вы». Вот я никогда не позволю себе... Я тоже, я вас спит, я не смогу сказать «ты, Алексей, вы, вы». Я тоже смогу тебе написать «ты», когда мы с тобой познакомились. Да, да, да. Вот человек пишет, где вы сейчас трудитесь? Ребятки, я сейчас... Мне такое повезло в жизни, что у многих артистов, которые там начинали свой творческий путь, в 20 лет было у всех, по-моему, было желание снять своё кино. Прошло 20 лет моей трудовой деятельности в мире кино и театра, и мне подвернулись под руку инвестора. Пишут, я уже подрачил. Подвернулись под руку инвестора. И мне выпал счастливый случай снять своё кино. Мы начали снимать его в сентябре прошлого года. Там снимается Володя Епифанцев, Александр Головин, Константин Мурзенко. Широкий зритель его знает по фильму «Брат», он играл фашиста. Играет Никита Джигурда. Совершенно непривычный будет Никита для массового зрителя, потому что он не будет ни орать, ни кричать. Это будет абсолютно серьёзный драматический артист. Алексей, по поводу... Фильм называется «Я вернулся». Сейчас мы его доснимаем, монтируем. Надеюсь, что осенью он будет на экране. По поводу Никиты. Да. Вот, вы говорите то, что интернет, и вы вообще не шарите всё это за херня. Что такое, блядь, интернеш? Что они пишут? Кто это такие? Откуда вы? По поводу... Нет, почему? Хороший вопрос. Где вы сейчас трудитесь? Нет, хороший вопрос. Человек, который действительно не просто... Алексей был лучший. Алексей был лучший. Панин супер. Вы понимаете, человек пишет уже на «вы». Значит, это уже подразумевает того, что человека воспитали. Но при этом он не читал каких-то именитых, по вашему мнению, которых нужно читать людей. Просто услышь меня. Дело не в этом, что нужно читать. Я тоже не читал Шопенгауэра. Вот. Я не читал ни одного из которых вы перечислили. Это почитайте, будет полезно. Это интересно, в первую очередь. У меня есть воспитание. Я с вами общаюсь на «вы». Я вам уважительно делаю. Я тебе ещё раз говорю. Я ещё раз могу попросить прощения. Ну, пишет нога, нога. Ну, это и провокаторы. Ну, человеку нечего делать, понимаешь? Пишет нога, жопа. Это у меня какая-то. Вот это, понимаешь, я говорю об этих людях. Тут всё можно понять по там, как люди обращаются. Понимаешь, вот люди пишут про собаку. Вот смотри. Я эту тему не хотел поднимать вообще, но для… Давайте раз и навсегда. Нет, стоп, стоп. По истории. Раз и навсегда было миллион раз по центральным каналам. Проблема в том, что вот эти люди, которые это пишут, им даже не надо, они даже не интересуются, что есть на самом деле. Им лишь бы просто что-нибудь написать. Это действительно недалекие ублюдки. Смотрите, у меня есть малолетний дебил. По всем центральным каналам уже давно показали программу. Здесь объяснили, что это было абсолютно фейковое, смонтированное видео. Я тоже не видел, кстати, я искал. Это было смонтированное фейковое видео. Показали, что на человеке нет татуировок, а у меня всё тело в татуировках. Показали о том, что прошла экспертиза. И всё равно пишут. Но если им так интересна моя жизнь, вы зайдите. Это очень необычно для нашей страны. Понимаете? То есть даже общаясь с какими-то людьми, то есть максимально, то есть более-менее прогрессивными, то есть даже если человек... А он всё равно пишет. Вот ему только что объяснили про собаку, он всё равно пишет. Ему не нужна правда. Ему не нужно... Мы недавно разговаривали... Ну это провокаторы, понимаете? Не нужно просто... Единственный способ защититься от провокаторов, это закрыть. Поверь мне, что есть провокаторы, есть хейтеры, но поверь мне, что большая часть просто дебилов. Просто дебилов. Сейчас, Алексей, где у меня тут малолетний дебил? Ну смотри, я тебе что-то сказать. Мы с Лолитой Милявской буквально вчера, у нас там есть один, ну у нас есть тема по творчеству, и мы с Лолитой Милявской переписывались голосовыми сообщениями. Это сообщение у меня попросили все мои друзья, чтобы они были внешнепользованы. Лек, это почти слова Лолитой. Я однако раз говорил про таких шакалов, которые пишут про ногу или ещё про что-то. Алексей, это просто провокаты. Лолитой мне пишут. Лолитой мне пишут. Леша, это шакали-век. Эти люди, как шакалы ради бабок и хайпа, готовы разорвать кого угодно. По поводу. Послушай, а лучше бы, чтобы кто-нибудь помер, потому что потом ещё целую неделю на этом можно зарабатывать на телевидении. Ну так я всех уже несколько раз говорил. Алексей, по поводу вашего коллеги, дайте я договорю. Давайте, за Джигурду. Смотрите, за Джигурду. Ваш коллега Никита пришёл на стрим к девочке. Спасибо, кто говорит хорошие слова. Респектусики. Алексей, можете нажать кнопочку И? Нажмите И. И нажал. Небъебенный. Пошёл нахуй отсюда, Ваня. Нет, это хват, ебучий, блядь. Это что такое было? Спасибо, кто говорит хорошие слова. Не потому что, честно вам скажу, не потому что мне их не достаёт, мне их достаёт, а потому что просто приятно видеть, что я ошибаюсь, что людей, которые вон там пишут гав-гав, намного... Это херня. Людей, которых пишут гав-гав, намного больше, чем нормальные люди, которые умеют разговаривать на русском языке и говорить слабо. Я очень надеюсь, что после этого эфира, потому что я, например, сам в инстаграме в прямой эфире не выхожу, мне просто не о чём. Я не совсем представляю, как поставить перед собой камеру и нести какую-то хуйню, блядь, на протяжении, блядь, долгого времени. Я стараюсь, у меня получается, Алексей. Для меня это, блядь, непонятно. Алексей, можно по поводу Никиты, коллеги, вашего Никиты, смотрите, вашего коллеги Никиты. Покраситься надо, блядь, совсем посидел. Да нормально, это хорошо. Да нет, это здорово. Я бы тоже повторил. Не бед. Жарко. Короче, Алексей, такая тема по поводу того… Никита вот пришёл к этой девочке. Да, она, то есть у неё стрим нет никакого. То есть если я стараюсь хоть немножечко какого-то интеллектуального послала, хочу немножечко что-то разобраться для себя, я не претендую ни на что, но я хочу, я в поисках, понимаете? Я человек учащийся, я человек, пытающийся найти правду. И вот, вы сказали, что Джигурда, но он, блядь, типа, пошёл туда, за хайпом, не за хайпом. Я это не говорил, постойте. Опять всё переворачивается. Ошибся, ошибся. Он пошёл, вот вы говорите, я за интернет не шарю. Он шарит, он пошёл. Он продвинутый, чем я. Он продвинутый, чем я. И я к тому, что говорю, интернет, сейчас всё, телевизор, всё, его больше не будет. Нет, Алексей, если будет какого-то творчества, оно будет в интернете. Смотрите, я к творчеству телевизионному не имею ни малейшего отношения. Я имею отношение к театру и кино. Кино и театр будет всегда. И как малый театр стоял и большой, так они и будут стоять. Но трафик... И трафик будет точно такой же. Просто, к сожалению, я еще раз говорю, ты общаешься немножко в другом круге людей. Как ломились в театр Кириллу Серебреннику в Гогольцентре, так и ломятся. Как ломились в кинотеатр 35 миллиметров, где показывают хорошее европейское фестивальное кино, так и ломятся. Если вокруг тебя огромное количество людей, которые живут другим, не надо всех под эту гребенку равнять. Я никогда не считал телевидение как искусство. Телевизионные продукты я не считаю искусством. Чего ты так бомбишь? Ну как бы так, поэтому... Если бы это было бы... Моя работа театра, ты бы таким бомбил. Я к тому же, я стараюсь. По поводу Никиты, я говорю к тому, что он шарит. Он шарит за то, что интернет, это следующий шаг. Хорошо, а Сергей Маковецкий, у него в инстаграме 5000 подписчиков. Мало. Сергей Маковецкий один из лучших актеров России. Он великий артист. Я имел счастье с ним работать в жмурках. Ему неинтересно. Он выставляет туда какие-то... Ну, у Сергея Шахрина, если не ошибаюсь, группа Чаев, 28 тысяч подписчиков. Им не надо. У них есть миллионная аудитория. У них другая сфера. И у меня другая сфера. Да, но... А Никита Джигурданович, сейчас я постараюсь, чтобы потом вы правильно сказали, чтобы ты понял. Давайте. Я не могу прям процитировать его слова, но мы на эту тему говорили. Никита все равно, вот для широкого зрителя, натягивает определенную маску. Да. И он на этом деле хорошо зарабатывает. Алексей, я не могу вас тоже пробить. Я не могу вас пробить. Я хочу, чтобы вы показались мне человеком. Не человеком, а вот то, что у вас внутри. Вы меня... То есть, в вашей 70% речи идет у вас. Еще раз говорю. Я хочу, чтобы у нас был какой-то диалог. Объясняю тебе. Никита Джигурда одевает определенную маску. И вы тоже сейчас маски определенные, Алексей. Нет, такое, как есть всегда. Вообще не бывает маски. Нет, не то, что в маске. То есть, именно в процессе общения. Никита Джигурда за счет этого, за счет интернета, за счет еще чего-то, он выбрасывает ролики типа «Опыт Джигурда». Он за счет ролика «Опыт Джигурда» объехал полстраны с колпаклубом, потому что он в интернете запулил «Опыт Джигурда». Никите это надо, потому что за счет этого он зарабатывает определенную часть денег. А мне это не надо. У меня есть театр и кино. У вас есть театр и кино, но вы не понимаете то, что это следующий этап. Я даже не хочу понимать. Вы сможете преувеличить ваши… Я не хочу. Вы говорите, что мы собрали девочки на лечение. То есть, по поводу экранного времени. То есть, это огромное множество… Это огромное множество… Я говорю всех. Я говорю в массе. Какие… Так, стрим, все, он перезапустился. Так, надо этот выбрать. Слушайте, а что у нас так… Давайте попробуем открыть немножко. Так, чат я вижу… Что такое видео-чат? Видео-чат – это, короче, собеседники, то есть, рандомные люди, которые сидят и в поисках других собеседников. Сейчас попробую. Да. Ничего не понял. А зачем им нужны собеседники? Телефон позвоните, да? Нет, это много. А кого они ищут? Зачем? А мы ищут. Да. Это интертейнер. А зачем им общаться в интернете? Зачем общаться незнакомыми людьми? Они ищут людей. Зачем? Постой. То есть, например, я каждый день учусь. Я знаю, что такое по теме бывает. Вот свингеры. Ищут половых партнеров. Да. Мужи и жен. Мы встречаемся. Мы в интернете друг друга находим. Мы встречаемся, занимаемся сексом, меняемся женами, мужьями. То есть, мы, понятно, по теме, когда люди встречаются. А зачем они просто так встречаются? По какой-то теме? Они ищут. Смотрите, вот я расскажу, зачем я захожу в видеочат. Я человек несовершенный. Я человек еще растущий, умный, стараюсь искать что-то каждый день новое. Почему? Человек еще растущий, умный, стараюсь искать что-то каждый день новое. Почитай чем-то. И по поводу. Я читаю, я стараюсь. А как стать артистом? В институт поступить. Видите, четыре года отбарабанить. Четыре года учиться, кровью и потом. А потом уже стать артистом. Дай пацану стрим-чат вести. Свалите, пожалуйста, или проведите вы чат-рулетку стрим. Это пишут. Что такое чат-рулетка? Чат-рулетка, это вот ради чего мы, собственно, сюда пришли. Я же не знаю, зачем мы сюда пришли. Зайти в видеочат. Вот смотрите, сейчас будут люди просто и рандомные какие-то собеседники, и мы будем просто общаться, смотреть, что у нас здесь, собственно, происходит. Так. У меня видно вот так вот. Сейчас, у нас происходит поиск. Аликси, кстати, здесь люди, здесь люди. Ладно, понятно, что у них нету женщин и мужчин. Нет, Алексей, здесь люди этим занимаются очень часто. То есть огромный. Если бы они это делали, они бы спрашивали, что такое фистинг, золотой дождь, укол, блять. Сейчас спросим, Алексей, чего они хотят. Здравствуйте, уважаемые. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. 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 думайте здравствуйте уважаемый моим дверь моими дмитрий алексей вот совсем маленькая девочка таких нам не надо тоже маленький мальчик такие здесь бывают здесь люди они сидят привет вот пишут люди здорово дима здорово узнали меня только вчера затравил у себя затрагивал у себя на стриме то что панин назвал людей в российской федерации сексуально неразвитыми и полностью поддерживаю мнение панина для многих дег родов почему-то даже стрёмно в 2009 веке лизать киску люди что с вами не так они просто закомплексованные подростки которые делать дело в обществе давайте попробуем ребят давайте меня дмитрий зовут вы узнали алексей привет 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 ребят какие то вопросы у вас есть как у вас вообще дела как жизнь все здорово просто интересно сейчас такой диалог идет вот выбран такие молодые как бы вроде не в ушанках не лаптях сидите около экрана сань ты когда-либо знал что твоя жизнь дойдет до того что тебя алексей поин будет отчитывать не поняли ребятки не отчитывая спрашиваю это что прям такой у меня друзья моего окружения по второго ночи трахаются или дрочат они семечки грызут на просто у вас может проблемы со спорными сайтами или сексом и как на это ответить по ним это вообще сложно давайте все вам добро разговаривать они даже давайте давайте они даже не понимают вопроса ты говоришь по поводу почему я назвал зрители дебил ну это 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 большинство алексей я с вами не спорю я с вами вообще не спорю это определенного поэтому назвал это определенное большинство они даже не могут сформулировать два слова понимаешь потому что сейчас поколение интертейменты сейчас не только потреблять еще раз говорю я вижу молодых ребят образованных продвинутых интересующихся я движу людей которые могут вас молодой человек интересующийся продвинутый назад приветствую вас уважаемый здравствуйте как вас зовут костя кость константин у вас время сейчас просто у кого-то в разное время там на за окно вы из москвы нет откуда из пскова псков прекрасный город псков да старый русский вы учитесь где-нибудь закончил 9 класс здорово в общем успехов вам давайте скажи пожалуйста хорошо а скажи пожалуйста мне просто интересно а скажи пожалуйста какое сейчас кино не они про свои фильмы какой сейчас кино вот среди девятиклассников считается таким топовым вот который сейчас обсуждают или нет такого нет нету давайте попробуем еще спасибо по поводу кино это наш с тобой возвращаясь на разговоры вообще по поводу нашего российского менталитета все всего 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 как фильм как фильм называется как фильм называется который про элтона джона вышел сейчас рокет мэн здрасте вы не подскажете и здрасте вы не подскажете как называется фильм вот который сейчас вышел в прокат очень известный про элтона джона про его биографию рокет мэн Рокетмен, так вот смотри, мы сейчас к вам вернемся, сейчас договорю фразу, Рокетмен, кино, которое прошло во всем, сейчас мы к вам вернемся, одну секунду, подожди, брат, одну секунду, кино прошло во всем мире сумасшедшим прокатом, сумасшедшим прокатом, в России вырезали все, потому что, блядь, этим людям показывать то, что, а зачем тогда вы вообще берете тему Элто Дон Джона, гея, который со своим, я с этим не согласен, я согласен с тем, что сцена нужна была стать, давайте, уважаемые, это общество, такое общество, к сожалению, да, слушаю вас, говорите, мы сейчас вопрос задавали парню, вот, а вы Рокетмен не смотрели, да, нет, не смотрели, а че, хорошее кино, известно очень, не слышал про него ничего, и не ходите, в России все опять порезали, поэтому только испортили, уважаемый, да, мы здесь, мы слышим вас, Алексей, я поклонник вашего творчества, в частности, фильма Жмурки, спасибо вам большое, Жмурки, но это больше не ко мне, это больше Алексея Балабанова, покойным, это он сделал это кино, а мы были все лишь пешками, нет, но вы были лицом этого кино, и вы, конечно же, но мы выполняли весьма второстепенную роль все, Михалков и Дюжев, в первую очередь, это Алексей Балабанов, если бы не было Алексея Балабанова, то это кино было бы плохое, не, я согласен, но вы все таки колоритную роль сыграли в этом, мне просто за это заплатили пришлось, я пошутил, помнишь, помнишь, анекдот про цирк, да, сейчас под куплом цирк летающих крокодилов, если бы вы знали, как нас здесь пиздят, блядь, поэтому я по этому поводу пошутил, что это... Алексей, еще можно вопрос, пожалуйста? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, мне неудобно это задавать, но вот, что касается вот этого вот интима вашего... Значит, давайте не продолжать, я тебе отвечу по поводу, что касается интима, потому что я совершенно не собираюсь проводить какой-то сексуальный ликбез среди пользователей Диминого канала, Могу сказать только лишь одно, личное дело каждого, кто занимается фистингом, золотым дождем, секс вайф, свингера, мы с женой бисвинг пара, мы признались об этом 10 лет назад Могу сказать одно, меня больше возмущают люди, которые взламывают соцсети и которые выплескивают все это в интернет пространство Меня никоим случаем никак это не зацепило и не задело, мы свободные люди, живем, блять, как все цивилизованные люди в Европе, нам насрать на хейтеров, на всех остальных, мы смеемся над ними, потому что, к счастью, меня окружают замечательные тематические люди, которые съезжаются на БДСМ-фестивали, во всем мире это все относится нормально К сожалению, наша страна ограничена, я об этом уже говорил, не вся, а в массе, поэтому меня никак это не зацепило, не задело, нам нечего скрывать Мы счастливы, а вот люди, которые взламывают соцсети, не думая о том, что это могут увидеть дети, они не думают, я не говорю про мою дочь уже, я просто вообще про детей Которые считают, что это можно вот так взламывать, ну, блять, они хотели меня чем-то насолить, у них не получилось Я получаю огромное количество писем со всего мира от людей тематических, образованных, нормальных, развитых, у меня появилось огромное количество прекрасных друзей, которые зовут меня в Америку, в Испанию И нас готовы с моей женой принять в огромных, в разных игроках мира Спасибо, уважаемый, спасибо вам за беседу Алексей, я тут факт один хотел уточнить А вы это все слышали, на что мы отвечаем? Конечно А, то есть нас видят даже люди, если мы общаемся не за этим парнем? Да, конечно, вот эти все ребята видят, все нормально Алексей, я вот... Понимаешь, они самые интересные, они до сих пор не поймут, что я, блять, я, сука, говорю Алексей, ну, они, возможно, когда-нибудь придет какой-нибудь момент, они вырастут, они что-то поймут, и не все, ну, Москва же не сразу сроглась Алексей, по поводу... один факт замечательный Я у вас на странице видел фотографию с Путиным Да И теперь я с вами Да Понимаете, что я с Путиным То есть мы через меня знакомы с Путиным Да, можно я все раз положу вам руку? И я похож Я, понимаете, через одну руку я знаком Я знаю, что все люди знакомы через... Я знаком с Путиным Через одну руку Да, я получил шанс на премию Российской Федерации Уже, сейчас расскажут В 2002 году за фильм Как его это неизвестит Николая Лебедева Звезда разведчиков Достойно Достойно Давайте еще раз попробуем поискать, потому что очень интересно Люди узнают вас, либо вот меня, которые помоложе, вас, которые постарше Оп, не туда Все Давайте попробуем еще раз Знаешь, я тебе еще раз говорю Люди, которые... Вот, я встречаю людей, которые... Я постоянно гожусь на гастролях На съемках Я встречаю людей В вагонах, в поездах Они, по большому счету, не сидят в интернете Дай дальше Они не сидят в интернете Здорово, здорово, мужики Здорово, мужики Здорово, мужики Сколько у вас времени? Поним Сколько у вас времени? Поним Ушли Ну, вот, блядь, понимаешь, о чем? О чем? Нет, ну, всякие бывают Ты про каких мне говоришь? Всякие бывают Нет, ты просто... Посмотри, о чем ты говоришь? Это не страшно Вас хейтеры не задевают? Какие? Ну, это парни... Ну, это парни... Ну, это не хейтеры, а ты видишь? Это нет, я говорю не про этого парня Нормальный мужик Да Приветствую вас Привет Привет Как дела? Здорово, брат, у тебя Нормально, добрый вечер Добрый вечер, дружище Ладно, полетели дальше Не знаю, я не знаю, как тебя хватает терпения Ну, я много... Каком вы городе? Там много к этому шел, Алексей В каком вы городе? Мы в Новосибирске О, как у вас там Новосибирск? Нормально? Да, нормально, ногой жопы не ходим, как говорится Ну, понимаешь, о чем с ним разговаривать, блядь? Он не то, что ногой в жопу, блядь Он и пизду-то жене не лижет, блядь О чем ты с ним говорить-то, блядь? Извините, а вы лижете пизду женщине? Дима, ты что, блядь? Ну, по о чем с ним разговаривать? Ты меня знает, удивительно О чем с ним разговаривать? Всех, всех знают А там в секшопе такие продаются мастурбаторы китайские Они как в яйцо такие сделаны Ты пользуешься? Сука, ешь Ты понимаешь, ну, о чем с ним говорить? Ладно, дружище, давай, всего доброго Это люди, блядь Ну, провоцирует, провоцирует, Алексей Это интернет-сообщество Провоцирует на какую-то хуйню Ты меня невозможно провоцировать, я тебя нахуй раз пошлю Че он меня провоцирует? Вот он, это явно не будет провоцировать Он даже, к сожалению, с ним говорить не о чем Даже переключил Привет, как дела? Э, брат, блядь, ну, какой нахуй ты мне брат? Ну, почему нет? Помню, брат, смотрел, блядь, фильм? О, охуенный фильм Один из самых просто любимых моих фильмов И знаешь, никогда не позволяю говорить Здравствуйте, дорогие друзья, как наши артисты Такие вы мне друзья, я вас не знаю Друзья, это друзья Я могу сказать привет, ребятки Не, ну, я считаю, что, нет, я считаю, что Ну, типа, я искренне говорю То есть, я к каждому человеку обращаюсь по полному именю То есть, я ни одного в жизни человека Стараюсь не называть, типа, ну Типа, если он не близкий, то есть, не стараюсь называть его полным именем Выходят артисты на сцену Э, чмая паная, это твой рот не паная Ну, это какие-то рот ебалый Я даже не понимаю, о чем он говорит Ну, это дети, дети, совсем дети Совершенно непонятно ничего Я не могу опускаться на их уровень Да, и не нужно, не стоит Вот взрослый, молодой человек Здравствуйте, уважаемый Здравствуйте Как у вас дела? Как дела? Как бодрость духа? Вашими молитвами В каком городе? Вы откуда? С Москвой, уважаемый С Москвой, уважаемый Они не знают, что они заходят в тебя? В смысле? Ну, это просто, типа, вот Россия И вот вы видите все то же самое А, это не твои зрители? Нет А, я думал, это твои зрители А, здрасте В каком городе, здрасте Блин В каком вы городе? Город Ставрополь А, привет, Ставрополь У меня, как раз, ребятки Сейчас из Ставрополя писали Да, хороший город Я никак не могу добраться Приезжайте к нам Там жарко у вас сейчас уже, да? Вы актер, я вас знаю Да, меня вся страна знает Там жарко у вас? Очень-очень жарко Ну, у вас там до Краснодара недалеко? 300 километров О, на машину села уже на море Да Ну, классно Здорово, здорово Да, я снимался в Ставрополь Хороший город Ставрополь Всего вам доброго, уважаемого Всего счастливого Я думал, ты заходишь к зрителям Не, уважаемый Это просто Вот, смотрите Все, что вы видите Это то же самое Видим и мы То есть Все, что видим мы Видят собеседника Это интересно Я каждый раз ищу что-то новое Я каждый раз Я каждый раз ищу что-то новое Я ищу каких-то новых людей Мне столько Мне такие вещи рассказывают Что просто Все совершенно непонятно Ты знаешь Я поеду сейчас в ресторан Пушкин Пушкин, здорово Закажу себе замечательную Еще раз говорю Цесарочку Что такое цесарочку? Цесарочка Это птица такая, цесарка Не знаю А вы знаете, уважаемый Что за птица? Я закажу себе цесарочку Я познакомлюсь наверняка С какой-нибудь Замечательной девушкой Выкину хорошего шампанского Замечательно проведу время Я совершенно не понимаю Какого хуй я должен В интернете тыкать кнопки, бля Алексей, я ищу Понимаете, я ищу Хороший парень, но кто-то ушел Да он молчит Причем он слушал нас Ну вот, ребята Давай пообщаемся с твоими подписчиками Да вот, типа, здесь могут быть Какие-то из моих Да, мои Я не знаю Да, мои Я не из моих Ну, молчит Ничего страшного Панин такой человек умный Алексей, просто стараюсь Нужно видеть Именно людей Которые вот Ребятки, просто Я не умный Я говорю абсолютно вещи Простые Просто, к сожалению Знаете, я бы, может быть, поговорил бы более Размеренным тоном И более спокойно Привет Я бы поговорил более спокойно Но формат ваш интернетский Он подразумевает под собой Такой более динамичный Вы фривольный Да, я бы с удовольствием Сел бы и поговорил бы с Димой Как с Познером Спокойно, размеренный Послушал бы умные вопросы Порассуждал бы, правда Там, не знаю По поводу Давайте, девушки Да молчат все Она просто культурная А здесь не обязательно Типа, то есть так динамично Я стараюсь Вот вы видели До начала стрима Я очень динамично себя вел Но не обязательно Переключи Не обязательно Не обязательно Себя вот так динамично Ввести То есть я стараюсь Можно Прям дерзко Эмоционально Экспрессивно Давай лучше все-таки Мы о чем поговорим Давайте, я тоже Я хочу найти Что-то тук и тыкать Нет, я хочу найти Интересных людей Да нет здесь интересных людей Ну как нет интересных людей Алексей Очень, мне кажется Очень много интересных людей То есть этим я и занимаюсь Уже на протяжении трех лет Я ищу И столько И столько я всего узнал Алексей Очень Было очень Очень много Интересного Здравствуйте, уважаемые Рад вас приветствовать Дмитрий Моим Это Панин? Да, ребятки Привет Ты с какого вы города? Мы из Беларуси Ребятки Из какого вы города? Мы из Беларуси Здорово, ребят Приветствую Меня друзья присылают Здесь Беларуси Тушенку беларускую вашу Мы можем тоже Макароны с тушенкой Сало спрашивает В Беларуси сало? У вас там аэропорт Хоть доделали Теперь не холодно Помню, замерзали раньше Когда летали со съемок Ну что, нас надо в актеру взять Можете или как? Что сделать? В актеру взять Конечно, конечно Я целыми днями этим делом занимаюсь Ну что, номер можем отходить Ребят, а вы это Не подскажете мне Треплев из какого произведения? Треплев Треплев Форчитай Треплев из какого Конечно, не шарит мы, не шарит мы Вот и нашли интересных людей Не шарит Ну, Алексей Поиски очень долгие Давайте мне напоследок что-нибудь спросишь? Давайте, Алексей Ну, давайте Во-первых, перед тем, как уйти Я хочу вот что сказать Ребятки Не стал говорить уважаемые, малоуважаемые, многоуважаемые Ребятки Я ни в коем случае не хотел назвать всех пользователей интернета и вообще людей по ту сторону экрана глупыми и неразвитыми Я сказал только о большей части Ну, грубо говоря, о 70% К счастью, я здесь вот в чате в этом вижу огромное количество нормальных, образованных, воспитанных людей К сожалению, людей, не обладающих такими качествами, их тоже много Поэтому я еще раз приношу прощение перед всеми, кого я персонально обидел Алексей, я хочу Мой вам совет Жить больше реальной жизнью Больше реальной жизнью Конечно, современный век, интернет, инстаграм, там, что там еще есть Это здорово, и никто, без этого мы уже не можем Я человек, который раньше никаким образом У меня кнопочный телефон до сих пор остался Я завел себе айфон и тоже пользуюсь инстаграмом Но, к счастью, жизнь, она намного ярче И там солнышко, и там настоящие деревья И там настоящие женщины и мужчины И там настоящее пиво и водка И там настоящая жизнь Поэтому отходите отсюда Читайте больше книжек, ходите в театры Поменьше слушайте хуйню, которую вам впаривают в интернете Алексей, я хотел бы выразить вам огромную благодарность Прости, если я подвел тебя, прости, если я слишком... Да, все здорово, все здорово Поверь мне, я никаким образом ни на кого не хотел наезжать и защищаться Я действительно высказал свое мнение Я хотел бы выразить вам благодарность за то, что вы пришли ко мне Спасибо, что позвали Спасибо, Алексей И, может быть, давайте напоследочек какого-нибудь последнего чувачка Просто пару минут с ним пообщаемся И, собственно, я думаю, на этом можно закончить На этой хорошей... Просто буквально там... Я не совсем понимаю, как начать общаться Да никак общаться, просто видишь... Вот я вижу незнакомого человека Ну, это интересно, говорит, здравствуйте, уважаемый Я Панин, я Дмитрий Да неинтересно Ну вот, уважаемый, рад вас приветствовать Здравствуйте Здрасте, это же Панин, да? Да, вы из какого города? Из Москвы Ой, слава тебе, господи И мы из Москвы Сейчас меня вот ребята позвали на такой... Как это называется? На стрим? Стрим Стрим Я первый раз в таком мероприятии принимаю участие Я не могу вот что понять Вы вроде взрослый человек По вам видно, что вы не подросток Слушайте, я просто ни в коем случае не наезжаю Некоторые восприняли же здесь меня, что я наезжаю Вот просто я другой тематики Вот, блин, меня заставить сидеть у компьютера Там, каких-то вот в чатах Или там, да? Нельзя заставить У меня просто... У меня мотор Я куда-то еду, куда-то... Саш, Саш У тебя в 95-м году был компьютер? Меня? Да, в 95-м Почему? Алексей, почему не... Ну, Саш, ну, не знаю, Леша В 95-м году... Не важно, не важно У меня в 95-м году не было компьютера Ну, смотри, у меня появился компьютер в 95-м году Причем до этого у меня были там всякие приставки Там, типа за эксперт А, то есть ты такой прямо оттуда интернетный человек Да, да, да И вот у меня от этого я... То есть я могу там, не знаю, проснуться И там в день, часов в десять Посидеть за компом Свободно вообще То есть... Не, меня принесло это Меня, понимаешь, у меня появился Клянусь, у меня айфон появился, наверное, года три назад Когда у всех уже были Я... у меня до сих пор два телефона Один кнопочный, один айфон И я... Не то, что там интернет Я даже не понимал, как этим пользоваться Я просто не понимаю Сейчас мы... Огромное количество людей Вот я бы сейчас, например Если бы... Вот сейчас... Я бы сейчас меня как-нибудь понесло бы Там, не знаю, там, в ресторан Что же тебя не несет? Сейчас понесет Я сейчас вот... Сейчас понесет Уважаемый, ты последний на сегодня Да, мы вот решили просто... Просто меня Дима Говорит, что интересно общаться с людьми Очень интересно Ты один из немногих людей С которым общаться интересно Потому что... Спасибо Ну, то есть не то, что интересно Ну, как сейчас Мы с тобой мало пообщали, чтобы говорить интересно или нет Я понимаю, что я бы мог бы с тобой разговаривать И какие-то темы искать Ты понимаешь, отдыхну... Что тебя спрашивают Ты нормально, адекватно отвечаешь А вот сейчас пролистали людей Я даже с трудом понимаю Что они понимают Какого они веки на какой-нибудь планете Леш, хочешь прикол? У меня вот есть такая штука Я сейчас покажу ее И ты как бы вот... Ты вот сейчас минут пять потратил на то Чтобы сказать, что я самый адекватный Смотри, такая штука Что это? Это справка по инвалидности По психическому здоровью А ты мне здесь заявляешь Что я самый адекватный среди всех людей Ты знаешь, оказывается Тех, у кого есть справки Они, наверное, все-таки... Алексей, в такие моменты я делаю вот так А он вышел, да? Блядь! Ты знаешь, все-таки люди... Блядь! Люди, которые... Ну, просто, наверное, опять-таки Твои пользователи не все это поймут Они обсуждают Ты знаешь, там, по-воду геев начали мы говорить Да, мы сейчас не поедем гей-парады Хер бы с ними Представляешь, вот эти же люди Которые стоят У доменной печи И осуждают геев Потом идут в караоке И поют шоу Мас Го Он, Квин Они даже не задумываются о том, что Фредди Меркьюри не просто гей Он, блядь, фиолетово-синий-голубой гей был Понимаешь, они же не думают там о Чайковском Они, понимаешь, это, к сожалению Ну, к чему я начал говорить Напроследок, ребятки Все люди, которые что-то создали на этой планете Великую музыку Какие-то картины Скульптуры Они все были Либо извращенцы Либо наркоманы Либо ебанутые, блядь Поэтому Они и называются Сальвадор Дали Поэтому они называются Чайковским Поэтому они называются Булгаковым Поэтому они зовутся Кавкой А, к сожалению К сожалению, обычным людям Не суждено написать Мастера Маргарита Всем добра, всем удачи Я в ресторан за пивом Все, спасибо Здесь правда очень жарко Мне жалко его Я приник Ребят В общем, спасибо большое Уважаемому Алексею За то, что Блядь, прям насквозь Спасибо большое Ребятки, читайте книжки Уважаемому Алексею За то, что выскочил со мной на стрим Секс, рок-н-ролл Книги, театр, кино Хорошая еда И вертушечка Это самое главное Алексей, и вертушечка напоследствовать Раз Я могу сделать? Не, я просто так сделаю Вы тоже можете ходить Я так не смогу Все, спасибо Еще раз Не обижаюсь Если я кого-то обидел И, ребятки, еще раз прошу прощения Если я как-то резко выразился в адрес кого-то Очень не хотел Просто Когда Среди нормальных комментариев Среди нормальных, адекватных людей Видишь Недоумков То, естественно Негатив летит В первую очередь К ним Естественно Он нечаянно задевает и вас Еще раз прошу прощения Спасибо Если кто-то из вас Не буду рекламировать Окажется на моей страничке в инстаграме У меня вам огромные просьбы Я выкладываю пост Посты по поводу Алексей, если хотите, можем сделать Очень много людей Пожалуйста Очень много Очень много у меня фейков По их появляется И очень их много появляется Ну, кому надо, тот найдет Пожалуйста Алексей, Панин офис Мне абсолютно не нужны лайки Мне абсолютно не нужны Эти все эти темы Мне очень надо Что, когда я выкладываю Пост Я этих людей проверяю По поводу больных детишек Киньте по 100 рублей Ну, так можем помочь Действительно И спасибо Спасибо большое, Алексей Всего доброго еще раз Все, пока, спасибо Так, ребят А мы тем временем Собственно Тоже потихонечку Мы тоже потихонечку Подходим к концу Расскажите мне, пожалуйста Какой был максимальный Сегодня онлайн О, нормально Нормально Это просто Невероятно, ребята В общем Спасибо Спасибо вам еще раз Многоуважаемый За то, что Пришли ЛС срочно Все Я потом сейчас Чекну ЛС Чекну все Чекну все Все, все Все, что угодно Меня зовут Эти Дмитрий Дрожин Со мной был Многоуважаемый гость Алексей Панин Всего вам Доброго